привет привет всем я ликую видите в каком я хорошем настроении это программа предельно откровенно я джул кравец и просто счастлива потому что к нам в гости пришел артист которого мы очень давно ждали и в силу своего плотного гастрольного графика никак у него не получалось к нам дойти но это большой друг не просто канала рутовой беларусь ну и вообще всей российской медиагруппы это дима колдун привет джул привет 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 девочка спасибо что ты дошел до нас с удовольствием пришел тем более вкусно кормит ты простужен но тем не менее ты с нами мы тобой гордимся спасибо скажи пожалуйста вообще какой ты вот семьянин мы знаем тебя как артиста прекрасного как композитора автора своих песен ну какой ты папа какой ты муж ты трепетный ты заботливый а может быть что-то тебе не хватает у нас предельно откровенно было бы наверное мне себя сейчас что-то говорить хорошее ну я стараюсь быть ответственным стараюсь просто подходить к этому научно в силу своего склада ума ты же химик по образу да скажи твои дети вот они без тебя растут быстрее кажется да вот ты когда их не видишь есть ощущение что ты что-то пропустил большое я тебя не было вот когда появился ян ему сейчас пять я как-то очень как-то так относился как-то так спустя рукава думаю ну ладно как бы я уеду там приеду а сейчас для меня очень большое большое такое горе находиться долго вдали от детей потому что я вижу как они реально меняются как они растут как они учатся говорить новые слова конечно технологии помогают в этом мы можем общаться по видео но все равно самое ценное это я упустил теперь я стараюсь как-то наверстать но у тебя старший мальчик ян и алиса алиса и вот два года почти а на кого похоже на тебя похоже на брата ну я на жору нет на на своего брата надеюсь что неважно на кого она будет похоже главное чтобы была симпатичная счастливой что необходимо слушай но смотри ты пишешь сам музыку как правило песни они становятся хитами если песня не оправдала твоих ожиданий плохо обидно это ты воспринимаешь это как какой-то проигрыш маленький либо же делаешь из этого выводы и ты как-то идешь ну в общем дальше не бывает каких-то прям проигрышей проигрышей потому что все равно ты сделал то что ты считал нужным и ты никогда не знаешь когда выпускаешь песню будет она нравится кому-то или не будет просто со временем таких промахов ошибок становится меньше или хотя бы должно становиться меньше если не становится значит куда-то ты не туда пошел а для кого-то песни пишешь вообще нет никто не просил но песен реально очень много накопилось не все доходят до до слушателя и вся проблема в том что вот я очень требовали требователен к себе и потому что я делаю поэтому вот в день бывает даже написано в этом две-три песни просто в сутки но все это отправляется в мусор в трэш а что вдохновляет тебя вот просто сел и написал песню вдохновляет как ни странно две вещи взаимо такие не связанные первое это ситуации между людьми которые происходят ну вот видишь например как какую-то жизненную ситуацию нетипичную сложную как либо мужчина попал под влияние женщины она им крутят там вот вертит делает что-то или какую-то другую ситуацию совершенно необъяснимую и это вдохновляет ты пытаешься как-то заложить ее в песню хотя бы часть этой истории в силу возможности потому что песня это все-таки три минуты два куплета бриджи не бриджи ну и второе это творческая зависть конечно потому что слушаешь песни иногда вот получаются думаешь вот я бы мне бы такую песню а бывает такое что слушаешь думаешь боже какой ужас как можно это петь почему это ушло в народ и почему это любят часто бывает это живая реакция нормального человека мне кажется она должна быть у каждого у каждого есть такие песни есть какой-то человек вот что творчество тебе очень близко артист кто близок тебе ну это совершенно то есть какой-то собирательный образ прям 1 творчество нет ну прям вот я понимаю вопрос то есть это взять вот репертуар этого человека как бы сама жизнь несколько назвать людей и нашим зрителям че творчество тебе близко так ну что-то мне нравится от того что делает макс фадеев продюсер что-то мне нравится того что делают такие западные артисты как timberlake например или брок группы такие как из старых youtube например лед зеппелин ну то есть это какой-то собирательный образ причем такой компот макс фадеев лед зеппелин да там генеральный партнер проекта жилой комплекс александров парк 10 лет ты уже работаешь без продюсера да вот скажи ну как артист по твоему мнению проще с продюсером либо без именно вот тут ну что проще проще конечно с продюсером проще на ты ни за что не несешь ответственность тебе дают какой-то материал если ты сам не пишешь но очень много исполнителей которые просто используют материал который продюсера предлагает и ты его дальше использовать либо продюсер навязываю ну и ты не отвечаешь соответственно за результат то есть тебе дали песню ты не виноват пошла песня не пошла и Вся ответственность на продюсере, на тебе нет никакой ответственности. Ты просто делаешь какие-то вещи по расписанию и получаешь за это зарплату, оговоренную в контракте. Ну, Дим, это был какой-то осознанный твой шаг? Или так случились обстоятельства? Да нет, я не против общения и работы с продюсерами. Просто, наверное, те продюсеры, которые мне попадались, они попадались именно в тот момент, в который они были нужны. То есть Филипп очень здорово сделал свою работу на Евровидении, и мы знаем его как хорошего, как большого профессионала именно по этому конкурсу. Но у Филиппа нет артистов, которых он вел от начала и до конца. Да, он в одно время работал со Стоцкой, в какое-то время со мной дальше помогал Ане Лорак на этом конкурсе. Но как-то это сотрудничество либо переходило в дружбу, либо просто заканчивалось. Поэтому в моей ситуации так произошло. Дальше был Александр Лунев, он прекрасный композитор, но мы с ним немножко характерами не сошлись. Поэтому это был выбор такой осознанный и своевременный. В общем, музыку никто тебе не навязывает, ты исполняешь то, что ты сам считаешь нужным. Я знаю, что ты не очень любишь покупать песни, ты пишешь их сам, потому что не из чего тебе выбрать. Нет, нет, вообще не так. Нет? Бывают, присылают песни прекрасные. И более того, часто, если песня мне нравится, мы даже продолжаем общение с этими авторами. Скажем, более какие-то наши отношения переходят в какой-то больше дружеской конве. Скажем, с Ирой Сикачевой, с которой мы написали немало песен, она стала в итоге крестницей моей дочки. Крайняя песня, которую вы сейчас презентовали, она уже, по-моему, около недели в ротации нашего телеканала. Там песня называется «Мой дом», и мы там в джунглях сидим в тачке. Это она написала? Нет, эта песня была написана полностью мной, и была написана в мажорном ключе, что, в принципе, не характерно. У меня обычно такие песни все, ну, такие вот, они очень грустные, такие вялые, вялотекущие, перетекающие. Пламя заката Движется счастье Тихо и просто Где-то на глубине То, что внутри невозможно разрушить И не достать магнит Тот, что с тобой одною не болит Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит над твоих губан Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Ты пальцами нежно, ты задеваешь струны моей души Будто в дурмане, будто бы пьяные Мы трезветь не спешим То, что внутри невозможно измерить Не погасить огня Целого мира мало без тебя Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет, ты солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое в тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет, ты солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое в тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет, ты солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое в тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет, ты солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое в тебе Мой дом, когда я в твоих богах Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет, ты солнце мое в твоих губах Мой свет, ты солнце мое во тьме Потому что мне стали часто очень задавать вопросы, а что так вот грустно, все так, так все плохо, неужели? Просто иногда человеку хочется получить какие-то эмоции, которых в жизни не хватает. У меня все хорошо, поэтому мне хотелось переживать эмоции, которых у меня нет, чего-то нового добавлять. Поэтому песни появлялись грустные одна за другой. Но теперь у меня не стало плохо, но мне захотелось петь песни какие-то более счастливые. Есть ли тот человек или все-таки его нет, на которого хотелось бы быть немножко похожим? Где-то, может быть, западные звезды. Нет. Ты вот один такой, и тебе не на что равняться. Я не то, чтобы один такой. Все равно ты будешь на кого-то похож, потому что людей, артистов очень много. С такой прической, как у тебя, точно никого нет. С такой прической пока нет. Это тренд запатентованный. Но почему? Уже Алексеев начинает уже тоже не расчесываться. На короткий номер 57-42 зрители присылают свои вопросы и вот спрашивают, спрашивают, как думаете, что первостепенно для зрителя, талант артиста или шоу на сцене? Смотря для какого зрителя, как любой человек, кто-то любит ушами, кто-то любит глазами. Для меня всегда была первоочередная энергия артиста, его голос, потому что шоу я не могу посмотреть всегда, а песня ее можно послушать в любом месте, даже там, где нет интернета, телевидения и всего остального. Поэтому для меня это голос, это харизма и это вот какое-то умение передать то, что ты пытаешься донести до своего зрителя. А твой зритель какой? Разный совершенно. Бывают дети приходят. Недавно бабушка приходила, 70 лет ей было на концерт. Она, видимо, одна осталась и решила скоротать время со мной. Значит, на концерт к нам. Расскажи, где проходят твои концерты, как правило. Мы сейчас не берем заказные мероприятия, которые, в принципе, являются основным заработком для артистов. Не знаю, может быть, для артистов являются для некоторых. В основном мои концерты проходят в концертных залах. Билетные концерты. Да, это концерты по билетам, концерты, которые проходят в городах, где есть такие залы. Это не клубы, это вот концертные залы, там, дома культуры. Поэтому туда часто приходят люди совершенно разные, я их вижу и имею возможность с ними пообщаться. Потому что корпоративы это все-таки, да, они бывают тоже, но там ты не понимаешь, кто там. Мне кажется, что ты немножко лукавишь. Предновогодние корпоративы. Разве это не хороший заработок для артиста? Это корпоратив, когда ты выступаешь, например, на открытой площади. Значит, это корпоратив, где люди, как бы, собираются горожане. Да, это корпоратив, но это же не корпоратив того, кто стоит в этой толпе. Поэтому люди могут приходить или уходить, это их право. Но раз они пришли, значит, им что-то интересное. Вообще концертов много у тебя? Вот расписывается твой летний гастрольный график. Какова география? Ну, лето это скорее время каких-то фестивалей больше. Потому что летом люди отдыхают, либо артисты выступают в каких-то курортных городах. Для меня это традиционные какие-то выступления на морских побережьях, возможно, где-то за границей. Ну, пока рано об этом говорить. Но это фестивали, славянский базар, жара и прочие такие дела. В общем-то, как артист на сегодняшний день ты очень востребован. Ну, что значит очень? Смотря с кем сравнивать. Ну, подожди, мы никого не сравним. Но если у тебя есть порядка 10 концертов максимум в месяц, это уже очень хороший уровень востребованности артистов. Просто зашкаливающий на сегодняшний день. Ну, хорошо. Пусть будет так. Есть 10, где-то 10. Вот 10. Иногда есть, иногда нет. В Беларуси выступаешь чаще или в России? По-разному. Это совершенно разные мероприятия. Вот. Поэтому они очень специфические иногда бывают. Иногда приходится выступать в дельфинариях или в каких-нибудь странных движениях. А самые экстремальные условия, в которых тебе приходилось выступать? Ну, это вот как раз-таки... Либо это какая-то лодка, которая качается. Ну, просто вот на лодке. Если говорить про корпоративы, иногда вот... Подожди, яхта или лодка? Ну, скажем так, называется это яхта, но... По факту лодка. По факту это моторная лодка увеличенных размеров. Плюс иногда бывают выступления... Как-то зимой пригласили выступать в Арабские Эмираты. И там просто вот на бархане вот так вот поставили сцену. И вот бой. Жарко, конечно, было. И влажность большая, но работа. Генеральный партнер проекта – жилой комплекс Александров парк. Ты амбициозный? Я? Артист, человек? Ну, в какой-то степени. И эти амбиции, они меняются раз от разу. Если раньше я хотел достигать каких-то высот в плане вокала, развиваться, брать супер какие-то высокие ноты, то постепенно эти амбиции переходили на то, чтобы стать хорошим отцом. И в ту же очередь научиться, например, писать песни самому. Потому что однажды один известный, очень известный российский исполнитель, я пришел к нему, чтобы записать дуэт. И он сказал мне, не надо тебе писать песни. Меня это, видимо, как-то так задело, что я их начал писать с удвоенной силой. И в конце концов у меня начало получаться. Эти песни начали попадать в эфир с танцей. По поводу вокала. Ты занимаешься до сих пор? Да я им никогда не занимался. То есть у тебя не было коуча? Нет. Я учился петь под магнитофон, под кассетный, под папину аудиотеку. Там были, ну, в основном, рокеры, конечно, были. Подожди, но перед Евровидением ты в любом случае занимался вокалом? Нет, нет. У меня не было коуча. Коуч был единственное, когда мы поехали записывать песню в Грецию на студию Vox. Вот там была русскоговорящая девушка, которая объясняла мне, переводила то, что говорил, значит, продюсер греческий, который продюсировал эту запись, Димитрус Кондопос. То есть это была только запись. Никто не проводил со мной никаких репетиций вокальных балет, да, номер ставили. Ну, хорошо, это же научить навык. Ну, я и там ноту не взял, собственно говоря, может быть, если бы. Это иметь навык, чтобы... Сколько твой концерт длится? Час? Два. Два часа? Два или два с половиной? Ну, это надо владеть техникой для того, чтобы два часа живьем петь. На самом деле это все приходит. Когда я только начинал, я не мог и там 30 минут продержаться на ринге, вот. Но со временем начинаешь просто... Начинает как-то дыхание работать. Ну, это как в тренажерном зале приходишь, первый день все болит, ты срываешься и лежишь потом дома. А потом раз от разу все легче и легче. Поэтому это такая штука приходящая. Что мы от тебя ждем, скажи? Что ты скоро подаришь зрителю? Дело в том, что совсем недавно мы с Владимиром Опресняковым записали дуэт. Вау. Это такая пронзительная баллада. Честно говоря, я против дуэтов всегда был, потому что это всегда... У меня вызывает ощущение какой-то искусственности. Мол, там, написал какую-то песню, вот, предложил кому-то на двоих там спеть. Вот. Но это немножко другая история, потому что я ее написал и потом просто положил в полку. И она лежала два года. И потом одному из нашей бригады пришло на ИТИ такой отправить эту песню Вове. И мы ее записали. Думаю, что она скоро выйдет цвет. Ты сейчас на концерте у него на дне рождения ее пел, да? Да, да, пел. Так, точно. В общем, мы ждем от Дмитрия Колдуна новых песен. Ну и в конце года я планирую выпустить свой пятый альбом. Он будет более жизнеутверждающий, будет меньше соплей и больше энергии какой-то живой и жизнеутверждающей. Короче, под твою музыку можно будет начать уже нормально танцевать. Да, ну, можно уже будет под мою музыку начать получать зарплату, повышать здравоохранение, улучшать в стране, я имею в виду. Ну, чтобы лучше жилось и слушали мои песни. В общем-то, с помощью медленных песен лирических Дмитрия Колдуна демографическая ситуация уже улучшилась. Сейчас будем улучшать экономическую помощь. Теперь улучшать качество этой демографической ситуации будем радостным настроением. Скажи, пожалуйста, как ты обычно питаешься? ЗОЖ, не ЗОЖ? Ну, по-разному. Вообще, конечно, надо ЗОЖ, но я люблю не ЗОЖ, и поэтому... У меня есть, чем тебя угостить. Это почти ЗОЖ. Друг нашей программы и партнер сеть пиццерий Папа Джонс. Ой, ну все. Они всегда кормят наших гостей, всю нашу съемочную группу многочисленную. Можно я тебя угощу? Спасибо, да. Пожалуйста, пожалуйста, а потом я расскажу, что за пирожные у нас лежат. Все. Любишь гавайскую? Ты мне, в принципе, любую. Давай, ты начинай. Я просто расскажу, что у пиццерии Папа Джонс совместно с... Ешь! Совместно с каналом Рутовой Беларусь проходит акция. Зайдя на сайт Папа Джонс Биуай и сделав заказ на сумму от 30 рублей, введя промокод RUTEVBY, эта пицца приезжает к вам совершенно бесплатно. Самая вкусная, самая горячая и самая правильная и самая свежая. А я даже заказ не делал на 30 рублей. А я тебе ее хочешь отдам? На халяву. А я тебе ее прям с собой и закручу. Будешь еще греть ее и завтра есть. И послезавтра буду греть и есть. Кстати, не зря новый сезон мы начали с новых ярких красок в нашей программе и потрясающих интересных гостей, поскольку партнером нашей программы является пати с Ирия Дольче. Это самые вкусные, самые натуральные, самые полезные диетичные сладости. Дим, зацени, пожалуйста. Да, и самый под цвет волос, что мне нравится. Вот-вот-вот, просто, да, рыжая сладость, рыжая я-я, новый сезон. Классные, креативные гости. Дим, что ему скажешь нашим гостям? Знаете что, хочу сказать вам, что вы любили себя всегда такими, как вы есть. Самое главное, никогда не стремитесь за какими-то идеалами. Идеал пусть будет у вас внутри, и находитесь в гармонии. Ешьте, что хотите, пейте, что хотите. Главное, чтобы было вам счастье вот тут, и вам было хорошо. И любите, кого хотите, как хотите. И как хотите, и где хотите. А мы увидимся с вами ровно через недельку. Спасибо большое, Дима Колдун. Спасибо, Джул. Пей свой кофе, и мы были рады тебя видеть. Предельно откровенно. Наруто В. Беларусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok